Прочту вам небольшой рассказик, который называется «География». Не поверите, друзья, но судьба – это понятие географическое. Вот родился бы ты выше и левее, и был бы ты не Миша, а какой-нибудь мать-техрюканек, и был бы ты белобрысый, толстый и пьющий, и без наколонка бы у тебя пахло не бензином, а пирожными. А родись ты ниже и правее, был бы ты не Миша, а какой-нибудь мжеполсан, остроглазый, кривоногий, пьющий, и выгнали бы тебя в шею из юрты начальника, потому что начальник не любит, когда пахнет не от него. Или вообще, левее и ниже родился, там вообще б ты был не Миша, а какой-нибудь Марио, загорелый, курчавый, пьющий, полузащитник, кенор и любимец мафии, и с надписью на могиле. Любимому Марио от безутешной жены Джулии. Да, судьба географии. А география у нас как получится? Ну вот и получилось то, что ни ниже, ни выше, и ни правее, и ни левее, география, а именно здесь, в центре, потому что центр, это там, где мы. И действует на нас наша география сверху север, справа во восток, а запад, а запад там, куда мы плевали. Ну, в целом, конечно, никогда не доплевывали, но направление угадывали верное. Европа там, Америка. Но как-то незаметно пошли всякие парадоксы. Как-то по-тихому Япония стала западом, а она же справее, чуть ниже. Потом Корея с Сингапуром. Теперь вот турки, тоже они запад, хотя они вообще у нас подбрющие. И поляки, и братушки болгарские, те тоже западом стали. Короче, запад окружил нас со всех сторон. На востоке остались только мы и раздраженная нами Куба. Ну и, конечно, многие тут же набросились на партию. Ну, говорят, что теперь из-за нее все у нас проблемы. Оставьте, не надо их трогать. Они сейчас в таком состоянии. Ну, понятно, что не из-за них оторвались от всеобщего запада, а по особенностям вот этой самой географии. Уж очень у нас большая территория. Из-за таких больших расстояний до нас очень долго все доходит. Отсюда получаются и трудности взаимопонимания со всем миром. Вот, например, они удивляются. Да нахрена же вам столько танков? А мы отвечаем им. А сколько? А они говорят. А зачем вот вы умных людей в психушке сажаете? А мы говорим. А куда же? Ну, они нам тогда соболезнуют. А как же вы без собственности живете? Ну, мы, конечно, их утешаем. А мы-то и не живем вообще. Так вот, бормотали-бормотали, пока, наконец, через просторы наши не дошло до нас. И теперь мы сами за грудки друг друга хватаем и спрашиваем. Так а зачем же умных-то сажали? И как же теперь без собственности? Депутаты на генералов наскакивают. Зачем вот вы столько танков-то понаделали? А генералы им в ответ орут. Да мы столько понаделали, сколько вы наголосовали. Эх, 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 география наша. Эти там, которые мелкие и густонаселенные, и завидовались совсем. Какая у вас территория? Сколько у вас возможностей? Наивные. По нашей географии, чем больше территория, тем больше возможностей для неприятностей. Поэтому все время там одно, а тут другое, плюс повсеместное тревожное ожидание, а вдруг опять урожай. Ну, которые и не разбираются в географии, конечно, опять на партию кричат. Куда вы нас завели? А те отвечают. А чего же шли? За нами, если вы такие умные. Вот для тупых повторяю. Дневник, дело, климат, рельеф, осадки. Вот что влияло на организмы поколений и сместило наши мозжечки относительно земной оси. Мы понимаем то, чего никто в мире больше не понимает. Сидит в телевизоре заместитель там, или там заседатель какой-нибудь. При нем корреспондент. И задушевно так они между собой общаются. Этот, который с микрофоном говорит. Так, насчет остального нашим зрителям уже все ясно. Но вот тут товарищ Семенюк из Краснодара интересуется. Яиц-то почему нету? Он буквально так и пишет. Ну уж яиц-то! А заседатель? Действительно. Этот вопрос по яйцу вы ставите правильно. У нас сейчас как раз создана комиссия по яйцу. Они там так и говорят. По яйцу. Ну, видимо, по одному. И вот она уже разобралась, что в этом году яйца даже на четырех десятых продукта больше. Ну а этот ему? Так товарищ Семенюк понимает, что больше. Но его интересует, где? Ну а тот ему? И это справильно вы ставите вопрос. При другой географии такой разговор в небо-мечных стен был бы невозможен. А мы и схитряемся понимать. Ну, конечно, многие от этой уникальной географии уже изнурены. Многие ерзают, пихаются и желают выскочить в систему нормальных географических координат. Но уже по первым рывкам и теледвижениям ясно, что пока начнем по одному отсоединяться, угробим друг друга окончательно. Есть другой выход. Надо нам всем куда-нибудь присоединиться. Лично я предлагаю Англию. Конечно, англичан жалко. Они к такой радости пока не готовы. А вообще у меня много разнообразных географических задумок. Но на них в другой раз. Если, разумеется, она география, это наша, позволит нам еще встретиться в той же точке наших огромных пространств. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова